Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, позвольте вам представить несколько клинических случаев новообразований и структурных изменений вещества головного мозга у детей. Чаще всего, конечно же, будут представлены изменения заднечерепной ямки, потому что это наиболее выраженная и часто встречаемая локализация. Пациент 17 лет пришел к нам на плановое исследование с диагностями лейкоз хронический, жалоб активно не предъявляет. В области бальзальных ядер справа можно увидеть участок структурных изменений с нечеткими неровными контурами. Очень тяжело было интерпретировать и отнести к определенной нозологии данные исследования, потому что очень мало информации именно из нашего исследования. Поэтому, конечно же, таких пациентов мы отправили на контроль динамики и в дальнейшем, через 8 дней, расскажу и покажу, что дальше мы увидели. При проведении диффузионно-взвешенном изображении мы видим ограничения диффузии. Да, можно предположить, в принципе, лакунарные острые нарушения мозгового кровообращения, но, как правило, очень много подводных камней именно у пациентов с лейкозом и именно в осложнениях определенного специфического лечения в виде какое-то присоединения инфекции, микотического поражения. Поэтому еще раз скажу, что пациент был описан как участок структурных изменений и отправлен на контроль динамики. При внутривенном введении контрастного препарата патологического накопления не отмечалось. И, конечно же, через 8 дней у пациента уже были определенные нарушения со стороны функции вещества головного мозга. Это головокружение, это именно рвота была, лихорадка. И мы сделали контрольное МРТ. Ожидалось сделать его чуть позднее, но по состоянию пациента его сделали раньше. И мы видим, что участок структурных изменений в области базальных ядер справа, он увеличился в размерах, но имел такую же нечеткую неровную контуру. Слева отмечаются более выраженные зоны структурных изменений с минимальными признаками масс-эффекта, компримирующие передний рог тела правого бокового желудочка, с участками кровоизлияния внутри и с выраженным ограничением диффузии. При введении контрастного препарата мы видим совсем минимально выраженные облаковидные накопления контрастного вещества, в принципе, несвойственные именно для проявления лейкоза. При программе гема мы увидим, что отмечаются также участки гемосидерина. И в итоге у такого пациента, к сожалению, пациент скончался, потому что микотическое поражение чаще всего возникает как осложнение лечения и с ним именно очень тяжело бороться врачам-клиницистам, поэтому у данного пациента был верифицирован зигомикоз легких, головного мозга и верифицирован, конечно же, сезапсис. Безусловно, скорее всего, в области базальных ядер слева и справа имело место именно специфического поражения вещества головного мозга, как грибковое, но и инфаркт с геморрагическим пропитыванием тоже. Второй пациент, 11 лет, жалобы на умеренную головную боль, преимущественно в право-височной области давящего характера, тошноту и однократную рвоту. Пациенту до этого МРТ не выполнялось, это первичное МРТ. Мы видим, что в левом полушарии мозжечка с распространением ближе медиально и деформируя червь мозжечка, четвертый желудочек, среднеможечковые ножки, мы видим объемно-кистозно-солидное образование, преимущественно с кистозным компонентами. Кистозные компоненты в данном случае наиболее крупные. Образование имеет более четкие ровные контуры, то есть узловой характер. При этом очень минимально выраженный масс-эффект при таком образовании хотелось бы видеть не то, что масс-эффект, а перифокальный отек. При таком образовании хотелось бы более видеть его усиленным и выраженным. Видим солиный компонент, который в данном случае имеется. Также отмечается окклюзия четвертого желудочка вследствие компрессии образования и перевентрикулярный отек, то есть окклюзионная тривентрикулярная гидроцефалия. При проведении диффузии отмечается, что МР-сигнал на измеряемом коэффициенте диффузии наиболее выше, чем от вещества мозга, что можно предположить о низкой степени злокачественности именно в данном случае. При введении контрастного усиления отмечается интенсивное неоднородное накопление по периферии кистозных полостей и неоднородное накопление соленными участками. Это у нас реконструкция именно 3D постконтрастных изображений. Также в корональной плоскости мы видим отмечается неоднородное накопление по периферии кистозных полостей и соленого компонента и на сагитальной плоскости. Это опухоль глиального ряда, пилоцитарная страцитома. Чаще всего дифференцировать такую опухоль нужно с медуобластомой и стратоидной рабдоидной опухолью. Но, как правило, глиальный ряд входит в 20% тех образований, которые имеют более доброкачественный характер. И пилоцитарная страцитома больше характерна малоинвазивным, медленным и узловым типом роста. В таких образованиях, как в пилоцитарной страцитоме, практически не бывает кровоизлияния и некрозов. Это больше характерно именно для образования высокой степени злокачественности. И, как уже говорилось, чаще всего у образования высокой степени, там, конечно же, перифокальный отек очень выраженный. Но я покажу пример медуобластомы, в которой практически его не было. Поэтому это наиболее часто. Но, на самом деле, исключения тоже бывают. Пациент 13 лет, около 2 лет назад, появились боли в области шеи, усиление болевого синдрома, ощущение не менее пальцев рук, слабость верхних конечностей. Родилась доношенной, росла, развивалась по возрасту. На одном месяце года жизни дисбактериоз кишечника, детские инфекции, ветряная оспа. В проекции крайне вертебрального перехода, а именно в области ската черепа первого-второго шейного позвонков, отмечается крупное кистозное преимущественно образование с наличием внутри очень множественных перегородок, оно неправильной формы. И если присмотреться, оно вызывает деструкцию дистальных отделов ската черепа. И именно имеет тенденцию к распространению интракраниально, а именно компримируя, деформируя ствол черепа и спинной мозг на уровне С1-С2. Это опухоль без признаков каких-то инфильтративных распространений. Именно в данном случае спинной мозг, продолговатый мозг были интактны без признаков перифокального отека. И при проведении диффузионно-взвешенного изображения мы видим, что измеряемый коэффициент диффузии от образования практически идентичный веществу мозга или немного выше, что свойственно тоже ближе к доброкачественному течению именно. При контрастном усилении отмечается накопление контраста по стенкам и по перегородкам именно образования. В данном случае это хардомо-основание черепа. Ввиду очень тяжелой локализации опухоли, конечно же, прооперировали этого пациента, но удалить полностью именно по причине локализации именно не удалось. Убрали только именно со стороны позвоночника, то есть паравертебральную часть, для того, чтобы освободить спинной мозг, то есть ствол мозга и спинной мозг от компрессии. Пациент в 2 года, жалобы на однократную рвоту, слабость, снижение аппетита, нарушение походки, нарушение равновесия, периодические поперхивания твердой пищи. Как уже было ранее сказано, что это образование состоит также из крупных кистозных полостей в области продолговатого мозга, имеет солидный компонент, без признаков инвазивного роста, не инфильтрирует полушария мозжечка, пролежащие костные структуры. На диффузионном взвешенном изображении также отмечается высокий интенсивный сигнал на измеряемые коэффициенты диффузии, что больше интерпретирует именно как образование низкой степени злокачественности. При контрастном усилении отмечается накопление солидными компонентами, кистозные компоненты копят минимально по стеночке, и в данном случае солидного компонента меньше, чем кистозного. Конечно же, это пилоцитарная страцитома, очень похожая просто на первый клинический случай, единственное, что немножко по расположению и по месту другое. Жалобы на нарушение глотания, задержку развития, периодические срыгивания и беспокойства. В правом полушарии мозжечка, в области четвертого желудочка, червя мозжечка, отмечается крупное многоузловое образование кистозно-солидное. В данном случае, при сравнении с предыдущими МР-изображениями, здесь солидного компонента в разы больше, чем в предыдущих картинках. Кистозный компонент менее крупный по сравнению с предыдущими изменениями у другого пациента. Имеются участки геморрагического пропитывания. Оно неоднородное. На корональной плоскости вызывает смещение структур именно продолговатого мозга, на левого полушария мозжечка, червя влево. И, соответственно, на диффузионно-взвешенных изображениях отмечается значительное уменьшение измеряемого коэффициента диффузии от вещества головного мозга, что опять-таки идет в сторону повышения степени злокачественности. В данном случае при проведении контрастного усиления отмечается не такое, как хотелось бы накопление, именно выраженное солидным компонентом, но отмечается малоинтенсивное совсем по стеночкам. И здесь тоже сосуд, возможно, венозная ангиома. И это нейроэктодермальная опухоль медовообластома, которая как раз-таки и характеризуется совсем другими по структурным характеристикам, свойствами. Имеются при такой степени злокачественности должны быть обязательно кальцинаты, кровоизлияния могут быть в большей степени, но и хотелось бы наиболее выраженного перифокального отека, но в данном случае его практически здесь нет, но по гистологии это медовообластома. Все.